Добрый день, дорогие дамы и господа. Значит, в нашей программе Гуаньбао Цзи, она очень глобальная, но в ее основу входят учения о пяти элементах. По-китайски это система Усин. Называется Усин, да. Усин, да. И поподробнее, зачем она нужна, с чем ее едят и что будет на этом курсе обучающем, на этом блоке, нам сейчас поведает Борис Олегович. Вот вам доска. Великие ужасные. Есть мел. Расскажи, в чем выгода-то, собственно говоря, зачем она нужна? Добрый день. Все видимые явления, что мы наблюдаем, космос, макрокосмос, микрокосмос, свое тело, все это состоит из чего-то. Мы называем это какое-то тело. Деревянное тело, человеческое тело. Материя. Материя, да. На самом деле мы все обучались в школе. Три класса церковно-прикладской школы. Мы обязаны были иметь до института. И нам на курсе физики объяснили, что, в общем-то, все можно разложить до мельчайших частиц атомов. Так и атомы можно разложить до их составляющих. Электронов, нейтронов, позитронов. И их можно тоже еще более, более. А вот куда более классическая физика, к сожалению, пока еще не дала ответ. Но две с половиной тысячи лет назад учитель Будда Шакьямуни, он сказал, привычную материю можно делить 49 раз до состояния первоэлементов. Вот что это за первоэлементы, из которых состоит наше тело, состоит вся Вселенная? Давайте в двух словах и поговорим. По своей сути, энергия не может быть разделена на что-то. Она является нечто однородным, единым пространством, на самом деле не имеющих ни размеров, никаких качеств. Но благодаря тому, что кто-то фиксирует свой взгляд, возникают последующие события, возникает в изначальном пространстве разрыв. И, собственно говоря, энергия тоже обретает определенные качества в тот момент, когда кто-то начинает каким-то образом взаимодействовать. Это изначальный момент. Мы же имеем сегодня многообразие форм энергии, но тем не менее, в основе пять элементов определяют все вот это разнообразие видимых вещей. Что эти за пять элементов? Почему они так важны? Каждое тело человека или любого живого существа имеет определенный набор функциональных органов. Например, у человека всегда имеется сердце. Но трудно без сердца, нам было бы что, вы скажете? Жить, да? Оно бьется. На самом деле не совсем так. Прежде всего оно думает, выражает эмоции. На втором этапе оно орган кровообращения. И таким образом, если мы посмотрим, что все органы на нашем теле так или иначе связаны с источником, из которого они произошли. Вот с этими пяти первоэлементами. И пять первоэлементов, из которых состоят все материальные вещи, отражены в функциях и состоянии внутренних органов. Какие эти органы? Сколько их? Ну, если у нас пять первоэлементов, должно быть пять, наверное, органов. Главных органов. Но у нас их не пять. У нас их главных органов десять. Откуда это? Мы продаем или покупаем? Почему их десять? Потому что энергия имеет два вида качества. Или же, если говорить восточным языком, состояние инь и ям. Что такое ям? Ну, вот мужчина. Обычный мужчина. Это существо, которое может копать. Может не копать. Может курить. Может не курить. Может пить. Может не пить. Узок круг. Но высока отдача. Женщина все наоборот. Она может все. И курить, и пить, и копать. И ничего не хочет делать. И ничего не получается. Разница в иньской и в ямской энергии. Что иню присуще возможно забрать, накопить, изменить, трансформировать. Опять накопить, разложить по разным полочкам и раздавать. Я, это строго, взял, положил, положил, взял. Это просто работники. Получается, что каждый орган на самом деле выполняет не только одну функцию, а как минимум две. Значит, функция женщины больше называется творческая. Функция мужчины – это функция действия. Значит, сейчас мы нарисуем, каким органом и каким образом, в каких взаимоотношениях находятся эти энергии. Вначале рисуем обычную пентаграмму. Пентаграмма – это пять лучей. Соединенные каким-то образом между собой. Есть внешний круг соединения. Это созидательная связь. И внутренние лучи. Это контролирующие лучи. Итак, в основе пространства лежит элемент эфира. Эфир – это энергия. Или, другими словами, первоэлемент самого пространства. Он вот здесь находится, в нашей схеме. И имеет отражение на уровне какого органа? Орган, который, наверное, должен иметь качество пространства. Например, он должен взаимодействовать с этим пространством каким-то образом. Какие органы взаимодействуют с пространством? С эфиром. С эфиром. У нас с эфиром взаимодействуют сигареты. У нас с эфиром легкое. Легкое. Это иньский орган, который очень большой. Если мы возьмем легкое человека и вынесем его за пределы тела, оно огромное пространство будет занимать, больше этой комнаты. Мелкие альвеолы в сложном состоянии не позволяют показать всю ширь и глубину. Но если мы это все посмотрим, то это реально самый большой орган. Это иньский орган. Ему соответствует янский орган. Он тоже должен взаимодействовать с внешним пространством. Кто это? Толстый кишечник. 14 метров внешнего пространства. Это огромный орган. Про легкие я помню еще из класса биологии, школу, что если разложить вот эти все, то практически почти футболь на поле получается. Да, и каждую альвеолу вы разложите, это будет очень большое. Да, очень большое. Почему эфир, кстати, потому что это же то же самое и прана. Прановизм, прановых, 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 прановых. Дыхательная прана, да. В китайской культуре образ, которым надели в пространство, это металл. Образность, она позволяет, прежде всего, обратить внимание на функциональность. Функциональность. Почему функциональность? Из металла можно что-то сделать. Что? Ну, например, миску или ведро, в котором можно хранить что-то. Ну, кто что хранит? Китайцы хранят воду. Это вода. Созидательная линия. То есть это металл? Это металл, из которого можно хранить воду. Эр. Это почки. Ему соответствует мужчина. Ну, чего я пузырь? В. Но главное качество, которое оказывает, не созидательное, а контролирующее. Сколько бы мы ни сказали, ну, так и уже обед остыл. Мойша, хватит играть. Он будет продолжать играть. Но стоит только хороший увесистый подзатыльник, он придает очень большой потенциал, и ребенок перемещается к столу. Значит, контролирующая функция более эффективна во взаимодействии. Сколько бы ни оказывал металлу влияние на воду, но самое большое влияние он оказывает на дерево. И мы с помощью металла его можно легко срубить. Вот. Это важный, очень важный момент. Печень. Элемент, который связан в образе с деревом. Что такое дерево? Ну, на самом деле, всем известно, что когда дерево волнуется, у него трясутся ветки, и с помощью листвы он гонит, что? Кургул. Ветер. Поднимает ветер. Поэтому это элемент ветра. Первый элемент ветра представлен в теле человека печенью. Это пиньский орган. А мужской ям. В. Б. Желчный пузырь. Печень, желчный пузырь. Дерево. Рядом, да. Дерево, это один элемент. Это дерево. Это воздух, на самом деле. Прам, как таковое. Это действие. Ну, и что бывает, когда дерево сгорит? Это прекрасное удобрение. То есть, на месте пожара всегда бурно цветет что-то. Соответствующим образом питается огонь с помощью дерева. Питается огонь. Первое. Огонь представлен сердцем и тонким кишечником. И джип. Но самое важное, что дерево корнями уходит в землю. И контролирует землю. Земля у нас здесь. Вот, контроль земли осуществляется. Земля представлена первым элементом. То есть, первый элемент земли представлен в теле поджелудочной железой и селезенкой. Это инь, ям, желудок. РП. Желудочная железа, селезенка и желудок. Желудок, да. Это земля, да? Да. Таким образом, с помощью... Что мы можем найти в земле? Мы можем в земле найти металл. Руду. Руда. Вот. Она питает элемент металла. Земля. Ну, действительно, на самом деле является завершающим элементом, запечатывающим. Пространство, внутри которого активные первоэлементы воды, ветра и огня создают игру, да? Но она является запечатывающим. Вот. Но своя активность в направлении контроля, она осуществляет в воде. Потому что... Что? В земле находится вода. Земля ограничивает воду. Ограничивает воду. Под емкость. Да. Не как емкость, а... Под емкостью, скорее всего, насыщает, создает форму в воде. А земля, как по сути, она и сушить может воду. То есть, она ее контролирует. Земля контролирует именно элемент воды. Угу. Ну, и вода. Сама по себе. Вода питает дерево. А контролирует огонь. А контролирует, как пионер, любой костер в конце. Ну, да, да. Огонь. И возникает пять первоэлементов и система взаимодействия. Когда у человека возникает какая-то болезнь, мы смотрим, а причина ее в чем? Всегда причина находится на тонком уровне в патогенном факторе. Кто-то кого-то сглавил, кто-то кому-то какую-то гада сделал, иногда даже в прошлой жизни. В этой жизни это сказывается на недостатке изначально в элементе, в его активности, в момент рождения. И вследствие этого неспособность поддержать необходимый уровень энергии, как защите от неблагоприятных факторов. В соответствии, дальше возникает замещение позитивной энергии, негативной энергии, развитие инфекционного процесса. Инфекционный процесс это всегда постоянная составляющая любого патологического состояния. Нет патологического состояния без этого. Ну, если разве что врожденные аномалии, допустим, порог сердца, там нету, конечно, инфекции, просто недостаток развития, вследствие этого может быть смерть. Все остальные патогенные факторы включают в себя наличие микробов. Микробы это лучшие друзья девушки, не бриллианты. В теле каждого человека находится огромное количество вирусов. До миллиона насчитывается, да. Микробов и грибов. Вот это основные три группы. Есть еще гельминты и прочие, друзья. Но самые важные три. Почему самые важные? Их больше всех, не просто до миллиона. Их трудно почитать. На клетку тела человека, на одну клетку, приходится до 20 микробных ассоциаций. Ну, под микробыми подразумеваются вирусы. Вирусы это очень маленькая структура. Поэтому даже трудно посчитать, сколько ее может быть. Кусков этой ДНК заложено внутри клетки. И микробы, то есть бактерии, они мелкие. Надо думать, что если это клетка, она очень глобальная. Большими клетками являются соматические клетки тела человека. Внутри такой клетки может включено огромное количество мелких клеток бактерий. Плюс грибы, это совсем другая цивилизация. Это не земная цивилизация, она очень агрессивная. Грибы мы, в общем-то, любим есть. Но что мы о них знаем? Например, то, что имеет три формы существования. Мы видим белый гриб, но это лишь один форм. Мы не видим, что грибница. Грибница это совсем другая составляющая. А еще и споры. Вот человек внутри усеет грибницами, которые периодически создают при благоприятных условиях, что проявление на уровне тела гриба, а те порождают споры. Споры двигаются дальше, причиняя вред всем остальным органам. Соответственно, когда энергия одного из элементов нарушена, мы смотрим, в чем возникает проблема в теле человека. То есть мы выясняем причину-следственную связь. Именно, причину-следственную связь. Человек может думать, что причина вот в этом обе. Да. А на самом деле мы смотрим, что на него влияет. Что на него воздействует. И даже вот в основном отсюда влияет. Первое, кто влияет. Таким образом, знание усина нам позволяет правильно понять картину человека. Второе, их взаимодействие на уровне точек. Что такое точка? Это активность того или иного меридиана, представленная на поверхности тела человека. Меридианы могут быть достаточно короткие, могут пронизывать все. Тело имеет внешний ход и внутренний ход. На внешнем ходу меридиана имеются активные точки. Мы лично будем изучать не все. Нам не нужны все точки. То есть это воздействие на органы с помощью челюсть, вернее, оккультурно-зонной точки. Через точку, да. Точки связывают один меридиан с различными другими меридианами. И такие точки называются античные точки. То есть на каждом меридиане имеются как минимум пять точек. Почему? Одна точка соответствует самому элементу. И называется соответствует элемент в элементе. Четыре остальные точки связывают со всеми остальными четырем элементами. Знание этих точек, умение находить, правильно воздействовать и построить терапию дает возможность практически любую болезнь локализовать и устранить. Потому что болезнь это А. Недостаток собственной энергии Б. Избыток патогенного фактора Которым является что? На внутреннем уровне активность микробов Никто не отменил. На одну клетку приходится двадцать ассоциаций. Пойди разбери, чье это тело. Твое или микробов. На внешнем уровне, за пределом тела Это всегда влияние каких-то внешних сил. Внешние силы это не полиция, это не бандиты, это не злословие соседки. На востоке говорят о дегье. Восьми классов существ. Так их распределяют по тому, каким образом они мыслят или выражают эмоции, или свои желания. Соответственно, есть среди этих восьми классов существа миролюбивые по отношению к нам. Ну, пример, да? Мы едим морковку, едим яблоко. Откуда оно взяли? Оно из земли взялось. Оно не из земли взялось. Это савдаки. Существа, которые контролируют это. И они, может быть, даже радуются, что кто-то взял и съел яблоко. Но им будет очень неприятно, когда кто-то срезал это дерево, спалил лес, отравил эту территорию. И таким образом из миролюбивых... То есть опять мы получаем эти, во-первых, элементы, которые во внешнем среде находятся. Проявлены во внешнем среде. Есть нейтральные существа. Почему нейтральные? Ну, по каким-то причинам они нас не замечают. Но есть очень зловредные, негативные существа, которые питаются нашей энергией. Например, сексуальной энергии или энергии гнева, зависти. Соответственно, знание о таких активностях и форма защиты с ними является крайне важной частью этого усина. Но это будет позже. Вначале мы ознакомим... Это уже, получается, инферальные сущности всякие там... Отличные. Непонятные нам сущности и так далее. Сущности. Ну, то есть, получается, вот в чем смысл-то? Что мы сможем, зная вот эту всю систему, воздействовать в целебных целях на человека, извлечать его, да? И для этого мы используем методы скручивающего массажа. Также, да. Это еще один блок у нас. Второй блок. Знание точек и методов воздействия на точки активные. Это точечные, да. И теория. И теория о том, что такое здоровье, как его поддерживать и как правильно воздействовать. во-первых, и для себя поддерживать, и в вашем пациенте, либо клиенте, и в окружающей среде. Потому что мы можем еще воздействовать и на весь окружающий мир, да? Это как бы... Я хочу почеснуть выгоду, да? Основные для чего это, собственно говоря, отличается. И на самом деле, из практики нам понятно, что вот такой метод лечения и такая медицина, она гораздо более эффективная и гораздо более действенная здесь и сейчас помогать людям, чем вот то, что обычно классическая медицина, да? Ну, так скажем, западная вот эта вот медицина нам преподносит. Наша цель действительно не навредить. Мы не торопимся человека подсадить на какие-то лекарства. Это болезнь. Неспособность понять, что, например, когда ты заболел инфлюэнсой, ну, гриппом, да? Это состояние длится не более двух часов. Далее идет следоват. Температура, которая повысилась, это не повод печалиться и принимать у какого-то аспирину псу. Это повод радоваться, у тебя есть резистентность, ты способен сопротивляться инфекциям. Аргаризм болит свой знак. Температура убивает вирус гриппа, это первое. Второе, выделяются биологически активные тела, но это уже позже. Первая реакция, температура, она поднялась, не надо ее сбивать, надо что сделать? Например, насыдить тело жидкостью. Вы же пытаетесь тут же купить какое-то дорогое средство и засунуть в ребенка, в мужа, в себя, в кого-то ни было. Абсолютно неправильно этого делать нельзя. Во-вторых, мы поможем вам разобраться, каким образом нужно правильно построить диету, питание, дегидратацию, включая фитотерапию, элементы защиты и саморегуляции через знание точек. Получается, иногда нужно на самом деле сделать нечто-другое, чем то, что мы обычно привыкли, классическая медицина нам пропагандируют, а грубо говоря впаривают даже. Потому что тут те же самые таблетки, все остальные известные побочные эффекты, а там как цепная реакция идет влияние на все остальные органы. То есть зацикливается болезнь, с которой вы не вылечиваетесь долгие-долгие годы на самом деле, она в спячем состоянии у вас находится. Но это позволяет решить проблему. Я правильно говорю? Правильно. Достаточно буквально быстро, серьезно. Очень быстро. Без операционных таблеток, без врачей, буквально там пик-пик-пик нажатся им пальцами. Один, два, три сеанса именно в такой последовательности можно решить проблему. Когда вы видели, что можно вылечить человека от хронического заболевания в течение трех дней. Такого принципа нет. Ну да. И медицина не построена. Если бы все врачи исцеляли всех бы людей, исцеляли, что бы тогда было, они потеряли бы работу. Только благодаря активной деятельности и помощи Министерства здравоохранения мы имеем довольно-таки большой уровень болезней, и, соответственно, врачи не теряют свою зарплату. И они отвечают любовью к фармацевтике, они отвечают хорошей постановкой больших таких неправомощных диагнозов и поддержания патогенного фактора в теле человека, дабы человек завтра обрадовал его... А в целом и в обществе тоже. Да, конечно. И поэтому получается, что вот эта система это как, наверное, кость в горле все вот это классическое связано с другом. Я не люблю. Откровенно скажем, мафия, да? Это мафия. Да, и если вы будете... Это предостережение некоторое. Если вы будете обладать этой системой, этими знаниями, да? Вам не потребуются таблетки вообще. Ибо даже рак можно вылечить через взаимодействие одной-двух точек на теле человека. Вот как-то так. Приходите к нам. Поэтому приходите, подписывайтесь, обучайте, ставьте нам лайки. И мы ждем вас на нашем курсе обучающим. Кстати, сколько он будет длиться и из каких частей состоит? Вот мышечно-скручивающий массаж это где-то база у нас пять занятий. Занятия четыре-пять часов длятся. Дополнительные к этому методу веревочные массажи и науза терапии и прочее. Ну, где-то еще два занятия. Далее курс, который посвящен усину, включая того, что люди не знают медицины, не являются врачами вообще каким-то образом. То есть это где-то приблизительно займет двадцать занятий. Занятия будут длиться по три часа, ну максимум четыре, там с чаепитиями, чтобы было понимание. Третья часть курса. это будет непосредственно изучение медицинских назначений, функциональности психолога. нозологии у человека есть болезнь. Она в виде нозологии прописана. Каким образом мы это рассматриваем в усине и как воздействует? Я просто хочу немножко пояснить, что не нужно для этого заканчивать специально медицинский институт. Практически здесь уже все будет заложено. То есть вы экономите еще на медицинском образовании, которое кто-то ради корочки получает, а тут для практики вот этого достаточно. И заканчивая третья часть это совмещение теории практики скручивающих массажа и методов воздействия. Разнообразных замечен методов воздействия. Метод воздействия это не только палец и не надо думать, что здесь важная часть имелится игла. Иголки мы не применяем вообще в принципе. Во-первых, мы законопослушные граждане и нарушение кожных покровов не стоит у нас в приоритетной цели. Во-вторых, то, что мы покажем это самое эффективное воздействие пальца, воздействие с помощью дополнительных методов палочка может быть, это может быть гуаша, это может быть пиявка, это зернотерапия, это цветотерапия, это воздействие через голос. Голос это прежде всего передача энергии. Если вы владеете функцией например мантры или заговора, вам нет необходимости каких-то там особых методов. Крайний случай это прижигание или прогревание как венец быстрой передачи энергии. Не бойтесь. Вот это самый третий блок, это самое интересное, самое вкусное, мы оставили напоследок, это именно то, где вы будете отрабатывать роднопрактики и понимать сразу это воздействие. Еще где-то пять занятий. целебрии это еще плюс пять занятий. Получается первые 5 по 5 25 30 занятий. 10 по 34 20 и еще пять занятий всего 30 получается. Вот этим мы завершим нашу ступень. Когда вы станете сразу профессионалами, специалистами. Сознание фитотерапии замечу. Основных базовых моментов той территории, на которой живете, правильное использование этих методов. На самом деле сегодня люди не знают, что такое заваривать чай. Они думают заварить чай это кипятить воду, положить что-то, пакетик или чего-то еще салобы в чашечку или в чайничек и через 15 минут они говорят я занимаюсь исцелением. Ты занимаешься тем, что ты помыл в кипятке эту воду и ее пьешь. Максимум это жидкость в размере 200 миллилитров, которая поступила в твой организм. Ничего другого ты не получишь. Ну вот что конкретно фитотерапия это как бонус некоторый, который вы будете так... Это огромный бонус. Это огромный бонус, который вы так же с к этому получите. Ну там будут еще и другие бонусы, об этом читайте подробнее в нашем рекламенте этих мероприятий. Просто сейчас не будем все озвучивать, оставим специально для вас сюрприз, еще интереснее. До новых встреч! До новых встреч! Ждем вас!